1 июля 2024 год. Спрашивает меня россиянин, когда вы отступите, когда сдадитесь, когда мы захватим россияне Киев или Львов. Я объясняю, в чем ваша ошибка россияне. Вы думаете, ну представьте себе ситуацию, что вы находитесь в доме, вот я у себя в доме нахожусь, в мою квартиру вломились россияне, бандиты. Они убивают моих родственников, пытаются убить меня, захватывают там мои комнаты, кухню, зал, ванну, бассейн. И вы меня спрашиваете, когда я сдамся, когда я скажу, ладно, вы уже зал захватили, все, я сдаюсь, забирайте все остальное или что. Как вы себе это представляете? Мы будем сопротивляться до тех пор, пока мы живы, пока у нас есть силы такие. Кто-то сбежал, понятно, из семьи, из квартиры из Украины, кто-то дрестанул там за границу. Многие остались, многие погибли, многие еще погибли. Но какое-то количество людей, которые готовы воевать, ну то есть в чем смысл? Нам, если вы нас захватите, то что мы... Вы говорите, если вы не станете россияне, вы исчезнете. Ну Медведева говорит, да? Либо подчиняйтесь, либо вы исчезнете. Хорошенькая альтернатива. Мы будем драться, пока, блин, нафиг есть силы. И у нас, в принципе, пока с этим, ну, лучше, чем многие ожидали, правда? Как-то с Киевом за три дня не получилось. Там кто-то, Лукашенко говорил, эта война продлится не более четырех дней, да? Большой, древний, мудрый лидер. И у вас не так себе... Вы понимаете, ребят, ну то есть я воевал в 14-м, когда я постоянно это повторяю, но это очень наглядный пример. Вот я был в 92-й, первая ДРГ, ночью заходили ДРГ, нас там выстреливали. Первая ДРГ заходит, у нас автоматы, пистолеты, гранаты, все, пулеметов даже не было по началу в нашем подразделении конкретном. Не во всей бригаде, не во всей армии, но у нас так было. И мы воевали. И погибали, пацаны. Мы воевали. А сейчас нам... Нам дают, я же говорю, и ЧЛСДБ, и АТКАМСы, и ДРЛО-самолеты, и Патриоты. А вам что, россияне? Вы Т-34 скоро будете из запасов своих снимать? У вас не все так весело. Если вы там еще год назад, два года назад за поступление в армию единоразового 20000 платили, сейчас в Краснодаре, да, в Краснодарском крае миллион шестьсот единоразовая выплата за то, что вы присоединяетесь ко второй армии мира и превращаетесь в чернозем в Украине. Ну, ребятки, по-моему, это не показывает для того, что у вас все замечательно. Давайте, может, послушаем про экономику, как у вас там получается перевести экономику на военные рельсы. Если экономику переводят на военные рельсы, значит, воровать будут вагонами. Итак, у нас Греф. У вас Греф. Который Сбербанка начальный говорит, что? Что никогда такого за 30 лет не было, чтобы инфляция была 8% официальная, а на депозиты там по 18% выплачивали. Ну, ключевая ставка 16% в России. В декабре 2023 года в Украине была ставка 15%. И в России была ставка 15%. Но сейчас у Украины ставка понизилась до 13,5%. Учетная ключевая ставка, понимаете? А в России она, наоборот, выше стала, до 16%. И все говорят, что в следующем месяце повысится до 18%. Я в это верю. Потому что, ну, это не говорит о том, что у вас все хорошо, ребята. Если в воюющей стране, Украине, на которую вы напали, ставка снижается, учетная ключевая, а у вас она повышается. И Греф говорит, что такого еще никогда не было. А что говорит ваш первый зампредцентр Банка, с такой фамилией замечательной, Чистилин, что ли? Чистюхин. Чистюхин. Он такое поэтическое прям слово выбрал. Погибель. Погибель. То есть, говорит, нам надо сейчас все, все, что мы запрещали. Ну, это близко к тексту. Все, что мы запрещали, там, криптовалюты, свопы, там, какие-то. То есть, все, сейчас все разрешается. Нам главное запустить этот механизм, чтобы был товарообмен. Потому что, говорит этот Чистюхин, нам на наши импорты и экспорты ориентированные экономики, ну, отсутствие платежей, это погибель. Погибель. То есть, он сейчас разряжает все. Вы сейчас будете торговать водкой, матрешками, криптовалютой, свопами, женщинами, пушниной. То есть, лишь бы только... Понимаете, ситуация какая ваша экономика получилась? У вас огромный бассейн, там, с нефтью. Это как огород, там, на ваших 16... Вы берете из этого бассейна, поливаете огороды. То есть, туда за рубеж отправляете какие-то питательные ресурсы. Там растет какая-то замечательная, там, ботва, редька с огурцами. И вам ее потом передают назад в вашу квартиру, в ваш бассейн. А вы из этого... Понимаете, как все это работало? И пока из этого бассейна нормально нефть отошла, платежи, деньги. У вас все было прекрасно. Но представьте теперь, что из вашего бассейна... Он у вас так и есть, этот бассейн. Он никуда не делся. Эта нефть у вас так, там, триллионами валяется в вашей земле. Но вы ее можете этими деньгами. Вот потому что Банков Чайна запретил торговлю, да, с вами обмен деньгами. 60% платежей из России сейчас Банков Чайна запретил, потому что они под санкциями США. То есть, у вас не из огромной трубы этого бассейна вода идет, поливает. Поля, блин, там, за границей, где вам делают еду и все остальное. Не вот такой трубы нормальной. А просто сократили этот маленький шлангочку такой, писает, как у этого самого, понимаете? Как у какого-то престарелого дедочка там. И он вот это псык-псык-псык, псыкает. И вода в вашем бассейне застаивается, засветает. И там на западе поля там как бы сначала начало все подсыхать, а потом они сказали, да пошел ты со своей водой. У нас там есть где эту воду взять, поливать себе в бассейне. Но он даже то, что полил себе вырастил, вам подать не может. Потому что вы не можете заплатить за это, потому что у вас через этой трубочкой вот это простатит такой. Простатит из ненаписанного. Такой псык-псык-псык. Понятно, какая ситуация. Вот поэтому и паникует это ваш Чистюхин. И говорит, что это погибель для нашей экспорта ориентированной экономики. У вас ОФЗ, облигации федеральные, да, они были перед дефолтом в 99-м году 17%, а сейчас они 15%. Ни к чему вы там не подкрадываетесь на мягких лапах пушного зверяка. Не кажется вам так, нет? Все нормально? А Украины, ну рекордные, кстати, ЗВР запасы. Я сегодня посмотрел, офигел. За 33 года существования у нас в Украине сейчас самые рекордные запасы. И нам все это оружие нам дают бесплатно, понимаете? Ну, в абсолютном большинстве стоим. Никаких кредитов. То есть у нас сейчас государственный долг 160 миллиардов, при том, что у нас, ой, 150 миллиардов долларов, при том, что у нас ВВП за 22-й год, других данных пока нет, 160. То есть у нас меньше даже, чем 100% долг ВВП. У США долг, отношение госдолга к этому. Так что не переживайте за Украину. Сейчас там ждем уже очень сильные в 16-х. А вы, ребята, там инфляция вот эта вот там. Рамир посчитал 33% инфляцию, 34% за май месяц этого года к май месяц этого года. Ну, блин, по-моему, это хорошо. По-моему, это хорошо. Я еще в апреле, в апреле, 27 апреля называется Даманский полуостров, захватили китайцы или что-то такое. Когда мне сказали, что поехал же туда, как это, Блинкин поехал в Китай, сказал, что не платите, не передавайте в России всякую фигню, блин, нафиг военную. А то мы этим займемся, и вам хорошо не будет. И мне на следующий день кто-то написал там, что Танин Си Цзиньпин не послушает, он будет свое делать. Я сказал, нет, он будет свое, он не будет так делать, потому что 2 триллиона торговля, полтора триллиона у Китая с Европой и с Западом, с Америкой, и 260 миллиардов, 240 миллиардов с Россией. Вы серьезно? Вы думаете, он обменяет Китай, будет рисковать своими, блин, такими рынками ради какой-то поганой Российской Федерации? Серьезно? Я так рад, что я оказался правы. Это 27-е, вот там можно посмотреть на Ютубе, 27-е апреля, 28-е апреля. И как я сказал, так оно и случилось. Не будет Китай вам помогать. А ну ему нафиг не надо рисковать своими активами, чтобы ему краник перекрыла Америка. Ради чего? Ради Российской Федерации. Еще раз говорю, последний, кто нападал на Россию, это был как раз Китай. А вы его в друзья там тянете, ну тянете, тянете. Все будет в Украине, не переймайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok